Послание к евреям святого апостола Павла Глава 12, стихи с 18 по 27 Вы приступили ни к горе, осязаемой и пылающей огнём, ни к отьме и мраку и буре, ни к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтоб к ним более не было продолжаемо слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснётся к горе, будет побит камнями или поражён стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю нового завета Иисусу, и к крови крапления, говорящие лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глаз когда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание. «Ещё раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «ещё раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Евангелие от Луки Глава 1, стихи с 39 по 56 Встав же, Мария в одни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве её, и Елисавета исполнилась святаго духа, и воскликнула громким голосом и сказала, «Благословенна ты между жёнами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошёл до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святое имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семье его до века. Прибыла же Мария с нею около трех месяцев и возвратилась в дом свой». Святой Григорий Богослов Слово тридцать девятое на святые светы явлений Господних «Опять Иисус мой и опять таинство, не таинство обманчивое и неблагообразное, не таинство языческого заблуждения и пьянства, но таинство возвышенное и божественное, сообщающее нам горнюю светлость. Ибо святый день светов, до которого мы достигли и который сподобились ныне праздновать, имеет началом крещения моего Христа, истинного света, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Производит же мое очищение и воспомоществует тому свету, который мы, вначале получив от Христа свыше, омрачили и сделали слитным через грех. И так внемлите божественному глазу, который для меня, получающего таковым таинством, а хорошо, если бы и для вас весьма внятного пьет. «Я свет миру, и для сего приступите к нему, и просветятся и лица ваши, ознаменованные истинным светом. Время возрождения, возродимся свыше. Время воссоздания, восприимем первого Адама, не останемся такими, каковы теперь, но соделаемся тем, чем были созданы. Свет во тьме светится, то есть всей жизни, жизни плотской, и хотя гонит его, но не объемлет тьма, то есть сопротивная сила, которая с бесстыдством приступает к видимому Адаму, но прирожается к Богу и уступает победу, почему мы, отложив тьму, приближаемся к свету, и потом, как чадо совершенного света, соделаемся совершенным светом. Видите благодать дня, видите силу таинства, не восторглись ли вы от земли, неявно ли вознеслись уже горе, подъемлемые моим словом и тайноводством, и еще более вознеситесь, когда слово благоуправит словом, таково ли подзаконное и прикровенное какое-нибудь очищение, доставляющее пользу временными кроплениями и окропляющее оскверненных пеплом юнчим, тайноводствуют ли к чему-нибудь подобному язычники? Для меня всякий обряд их и всякое таинство есть с ума сбродство, темное изобретение демонов и произведение жалкого ума, которому помогло время и которое закрыло басень, ибо чему поклоняются как истинному, то сами скрывают как баснословные. Если оно истинно, надлежало не баснями называть, но показать, что это не срамно, если же оно ложно, то надобно не дивиться сему и не держаться с таким бесстыдством самых противных мнений об одном и том же, уподобляясь тем, которые забавляют на площади детей или мужей, но в полном смысле потерявших ум, а не тем, которые рассуждают с мужами, имеющими ум и поклоняющимися слову, хотя они не презирают эту многоискусственную и грязную убедительность слова. Здесь не рождение и сокрытие Дии, критского властелина, не клики и военные рукоплескания и пляски куретов, заглушающие голос плачущего бога, чтобы не услышал отец-чадо-ненавистник. У нас не дева какая-нибудь похищается, не Димитра странствует, вводит к себе каких-нибудь келеев, не блудные таинства Афродиты, которая, как сами говорят, и рождена и чествуется срамно, не какие-нибудь фалы и эфифалы, гнусные и видом, и делами. Здесь не жреческое искусство магов и угадывание будущего по рассеченным жертвам. Здесь не то, чем в своих чествованиях оскорбляют они Нил. Не буду говорить о чествовании пресмыкающихся и гадов, о расточительности на срамные дела, так что для каждого гада были какой-нибудь особенный обряд и особое таинство. Хотя общим во всех видим одно злосчастное положение кланяющихся. И если бы им надлежало сделаться совершенными нечестивцами, вовсе отпасть от славы Божьей, предавшись идолам, произведениям искусства и делам рук человеческих, то благоразумный не пожелал бы им ничего иного, как иметь такие предметы чествования и так их чествовать, чтобы, как говорит апостол, получить возмездие в том, что они чтут не столько чествое чтимое, сколько бесчестят им себя, соделавшись мерзкими по своему заблуждению, а еще мерзостнейшими по ничтожности того, чему кланяются и что чтут, и чтобы стать бесчувственнее самих чтимых предметов, столько превосходя их безумием, сколько предметы поклонения превышают их ничтожностию. Итак, пусть всем этим забавляются дети илинские и демоны, которые доводят их до безумия, присвояя себе Божию честь и делят их между собою, внушая им те и другие срамные мнения и понятия. Ибо демоны, с того времени, как древом познания, из которого не вовремя и не кстати сделано употребление, удалены мы от древа жизни, стали нападать на нас, как уже на слабейших, похитив у нас владычественный ум и отворив дверь страстям. Они, будучи, или вернее сказать, по собственной злобе, сделавшись естеством завистливым и человеконенавистным, не потерпели, чтобы доль не исподобились горнего чина, когда сами они не спали свыше на землю, и чтобы произошло такое перемещение в славе и первичных природах. Отсюда гонение на тварь Божию, от сего пороган образ Божий, и поэлику не рассудили мы соблюсти заповедь, то преданный самозаконию прельщения, и поэлику заблудились, то обесчестили себя тем самым, чем воздавали почтение. Ибо не то одно ужасно, что сотворенные на дела благие, чтобы славить и хвалить сотворившего, и сколько возможно подражать Богу, стали вместилищем всякого рода страстей, ко вреду питаемых и потребляющих внутреннего человека, но и то, что Богов сделали покровителями страстям, чтобы грех признаваем был не только неподлежащим ответственности, но даже божественным, имея для себя прибежищем сильную защиту, самые предметы поклонения. Поэлик уже нам даровано, избегнув суеверного заблуждения, прийти к истине, служить Богу живому и истинному, и стать превыше твари, оставив за собою все, что под временем, и зависть от первого движения, то будем тому поучаться, о том любомудрствовать, что относится к Богу и к божественному. Станем же любомудрствовать, начав с того, с чего начать всего лучше. Всего же лучше начать, с чего заповедал нам Соломон. Начало премудрости, говорит он, стяжать премудрость. Что очистившись, и так скажу, утончившись, восходить на высоту. Где страх, там соблюдение заповедей, где соблюдение заповедей, там очищение плоти. Сего облака, омрачающего душу и препятствующего ей ясно видеть божественный луч. Но где очищение, там озарение. Озарение же есть исполнение желания для стремящихся к предметам высочайшим или к предмету высочайшему, или к тому, что выше высокого. Посему должно сперва самому себя очистить и потом уже беседовать с чистым. Если не хотим потерпеть одного с Израилем, который не вынес славы лица Моисеева и потому требовал покрывала, не хотим испытать и сказать с Маноем удостоенным видения Божия, погибли мы, жена, ибо Бога видим. Не хотим подобно Петру высылать с корабля Иисуса, как недостойные такого посещения. Не хотим потерять зрение подобно Павлу до очищения от гонений, вступившему в сообщение с гонимым, или лучше сказать, с малым блистанием великого света. Не хотим прося врачевства, как сотник из похвальной боязни, не принимать в дом врача, и из нас, иный, пока он не очищен, но еще сотник над многими первенствует во зле и служит кесарю, миродержателю, влеком их толу, пусть скажет, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой». Когда же увидит Иисуса, и хотя мал ростом духовно, подобно Закхею, взойдет на смоковницу, тогда да приемлет слово и да услышит «Ныне пришло спасение дому и получит спасение и принесет плод совершеннейший, прекрасно расточая и разливая, что худо собрал, как мытарь». Ибо то же слово и страшно по естеству для недостойных, и удобоприемлемо по человеколюбию для приуготовленных. Таковы те, которые, изгнав из душ нечистого и вещественного духа, украсив свои души познанием, не оставили их праздными и недеятельными, чтобы их опять не заняли еще с большим запасом семь духов злобы, как семь же считается духов добродетели, но сверхудаление от зла упражняются и в добродетели всецело и сколько можно более, вселив в себя Христа, чтобы лукавая сила, заняв какую-нибудь пустоту, опять не наполнила души собою, потому что и нападение стремительнее, и охранная стража безопаснее и с большим трудом одолевается, когда же посеем себе вправду и пожнем милость, как учат Соломон, Давид и Иеремия, тогда проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, и воссияем для других, а до тех пор будем очищаться, предусовершаться словом, чтобы как можно более облагодетельствовать самих себя, соделываясь богоподобными и приемля пришедшее слово, даже не только приемля, но и содержа в себе и являя другим. Поэлик уже очистили мы словом позорище, то полюбомудрствуем уже несколько о празднике и составим общий праздник с душами боголюбивыми, и как главное в празднике памятование о Боге, то воспомянем Бога, ибо и шум празднующих там, где веселящихся всех жилища, по моему мнению, это не что иное есть, как Бог песнословимый и славословимый удостоившимися тамошнего жительства. Если же настоящее слово будет заключать в себе нечто из сказанного уже прежде, никто не удивляйся, ибо стану говорить не только то же, но и о том же, имея трепетный язык и ум и сердце всякий раз, когда говорю о Боге, и вам желая того же самого похвального и блаженного страха. Когда же произношу слово Бог, вы озаряетесь единым и тройственным светом, тройственным в отношении к особенным свойствам или к ипостасям или к лицам, единым же в отношении к понятию сущности, а следственно и божества. Бог разделяется, так сказать, неразделимо, и сочетавается разделенно, потому что божество есть единое в трех, и едино суть три, в которых божество, или точнее сказать, которые суть божество. А что касается допреизбытка и недостатков, то мы без них обойдемся, не обращая ни единства в слитность, ни разделения в отчуждение. У нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им, и един Дух Святый, с которым все. Словами из Него, им и в нем, не естества разделяем, но отличаем личные свойства единого и не слиянного естества. А сие видно из того, что различаемые опять сводятся воедино, если не без внимания прочтешь у того же апостола следующие слова. Все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь. Отец есть отец и безначален, потому что ни от кого не имеет начала. Сын есть сын и не безначален, потому что от отца. Но если начало будешь разуметь относительно ко времени, то сын и безначален, потому что Творец времен не под временем. Дух есть истинный Дух Святый, происходящий от отца, но не как сын, потому что происходит нерожденно, но исходно, если для ясности надобно употребить новое слово. Между тем, ни отец не лишен нерожденности, потому что родил, ни сын рождения, потому что от нерожденного, ибо как им лишиться? Не Дух Святый не изменяется или в отца, или в сына, потому что исходит, и потому что Бог, хотя и не так кажется безбожным. Ибо личное свойство не приложено, иначе как оставалось бы личным, если бы прилагалось и переносилось? Те, которые нерожденность и рожденность признают за естества одноименных богов, может быть и Адама, и Сифа, из коих один не от плоти, как творение Божие, а другой от Адама и Евы, станут признавать чуждыми друг другу по естеству. Итак, один бог в трех, и три едино, как сказали мы. Поэлик уже таковы три, или таково единое, и надлежало, чтобы поклонение Богу не ограничивалось одними горнями, но были идолу некоторые поклонники, и все исполнилось славой Божьей, то для сего созидается человек, почтенный рукотворением и образом Божиим. А так, созданного, когда он завистью дьявола, через горькое вкушение греха, несчастно удалился от сотворшего его Бога, Богу не свойственно было презреть. Что же совершается? И какое великое оно таинство? Обновляются естества, и Бог делается человеком. И шествующего на небесах небес от века собственной славы и светлости прославляется на западе нашей низости и нашего смирения. И Сын Божий благоволит стать и именоваться и Сыном человеческим, не изменяя того, чем был, но приняв то, чем не был, чтобы невместимому сделаться вместимым, вступая в общение с нами через посредствующую плоть, как через завесу, потому что рожденному и тленному естеству невозможно сносить чистого его божества. Для сего соединяется несоединимое, не только Бог с рождением во времени, ум с плотью, довременное с временным, неочертимое с мерою, но и рождение с девством, бесчестье с тем, что выше всякой чести, бесстрастное состраданием, бессмертное с тлением. Поэлику изобретатель греха мечтал быть непобедимым, то сам уловляется покровом плоти, чтобы, прирозясь как к Адаму, сретить Бога. Так новый Адам спас ветхого, и снято осуждение с плоти по умерщвлении смерти плотью. Продолжение слова тридцать девятого на святые светы явлений Господних святого Григория Богослова услышите завтра. Григория